Субтитры сделал DimaTorzok 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 И Фалька не исключение. Честно я не смог сдержать слез на этом моменте. Старший брат не покидал Фалька до последнего, из-за чего и сам лишился жизни. Вместе и навсегда очень тяжелый момент. А теперь представьте, что чувствовала Габи, наблюдая эту картину. За миг потерять дорогого тебе человека, который к тому же признался тебе в чувствах, просто поставьте себя на ее место. Как после этого не стать ненавидеть телдитцев еще больше? Посмотрите на это лицо, она в безысходности. Все, кто был ей так дорог, погибли от рук её заклятых врагов. Однако и не стоит забывать, что множество потерь произошло и у Элди. Эх, Пиксис на Эл Пресс-Ф. Ну что ж, возвращаемся к нашим макакам. Зик Йегер, обманутый Пик, падает лицом Ниц со стены, отметка у попадания Магата. Последний шанс на активацию координаты тлеет у Эрна прямо на глазах. Младший брат, пытаясь всеми силами добраться до Зика, каждый раз становится жертвой натиска бронированного Титана, а также Титана Челюсти и Пушки Пик. Они буквально не дают ему не то, чтобы дойти до Зика, ну а даже приблизиться к нему. Эрен, переполненный злобой от всего происходящего, срывается и, вложив большую часть своей силы в удар, выводит порка Галярда из строя. Мощнейший удар атакующего Титана буквально не оставляет и шанса Титану Челюсти. Но меткая как никогда Пика, точнее Магат, точным попаданием в Эрена из пушки, на несколько секунд выводит его из положения равновесия. Из-за чего, Райнер и берет над ним верх, однако, выбежавшие прямо на поле боя Фалька и Кольт, вводят Райнера в глубокое смятение, а превращение Фалька в Титана так и вовсе убивает его в духовном плане. Превращение близкого ему человека в людоеда полностью отбило в нем желание жить. Отдавшись чувствам, Райнер окончательно смирился с участью, со словами, «Мы выполнили нашу миссию». Бронированный Титан, пытаясь тем самым исправить содеянные им грехи, убирает затылка броню. Вот-вот он уже был готов распрощаться с жизнью, однако Исайяма считал по-другому. Однозначный герой данной главы, вот-вот уже умерший Порко Галлиард, подавшись чувствам из-за воспоминаний Райнера о Марселе, без каких-либо вополя дает себя на съедение Фалька. Защитить Райнера и спасти Фалька – поступок достойный мужчины. Очень понравилась данная сцена и этот кадр. Давно в Атаке Титанов не было таких пафосных моментов. Порко Галлиард ушел как настоящий мужчина, из-за чего даже, казалось бы, печальная смерть заставляет нас не плакать, а радоваться и гордиться. Ну и что же теперь? Фалька Грайс станет новым Титаном Челюсти? Как по мне, неожиданно. Все время он твердил и твердил, что хочет стать преемником силы бронированного Титана. Но мы-то знаем, что все в этом мире идет ровно через одно место, которое я так нескромно называю Исайяма. Этот человек просто переворачивает, если можно так сказать, все предугаданное ожидаемое во что-то неожидаемое головосносящее. И именно этот момент с превращением порков Титана и Титана Челюсти, как раз один из тех случаев. Возможно только, что мы получили возможность на будущее появление Энни. Ведь как мы знаем, Челюсти это единственное возможное оружие, которое может разломать кристалл, в котором она и находится. Но будет ли Фалька помогать демонам после всего, что они сделали? Не изменится ли его мировосприятие и взгляд на все происходящее? Большая загадка. Но что же происходит дальше? Из-за того, что Райнер смог остановить атакующего Титана, Магат меняет свою цель с Эрена на Зика и стреляет ему прямо в затылок. Младший Егер в бешенстве. Старший брат практически умирает. У него на глазах, а тот не может даже дойти до него. Эрен не находит никакого другого выхода, как применить способность затвердевания в форме Титана, тем самым остановив Райнера и побежать к брату. Однако прицел Магата уже на Эрене, и что же может помешать ему выстрелить? Правильно, средство для решения многих проблем Громовые копья. Подлетев на УПМ к Титану-грузоперевозчику, Армин совершает выстрел из копьи прямо по пушке, тем самым отвлекая Пик от Эрена и с вероятностью 90% убивая Магата. Пресс-Ф. После всего этого у меня возникает только один вопрос. Флок, что ты, мать твою, всё это время делал? Однако, так же как и новые штаны Эрена, мне непонятен момент с пушкой Пик. Каким образом она смогла не то, чтобы надеть её, но даже снять её со своей предыдущей формы Титана? Сомневаюсь, что на открытом поле боя горстка солдатов Марли смогла бы даже снять эту пушку. Но спешим это на, как все пишут в комментариях, ляпат Исайямы. Так же, как и штаны Эрена, которые по какой-то причине не заметили даже редакторы. Ну а если вы не верите в то, что это ляп, прямо как и я, то можете посмотреть данное видео. В нём я достаточно подробно размышляю насчёт всего этого. Ну и теперь переходим к заключительному кейсу данной главы, а именно смерть Эрена Йегера. Стоп, главный герой может умереть? Да, это атака Титанов, и здесь всё возможно. Находясь примерно в трёх метрах от Зика, Эрена Йегер буквально теряет голову от выстрела Габи. Кто-нибудь, остановите её. Скольких элдийцев она уже забрала на тот свет? Что-то много для маленькой девочки. Не могу себе даже представить, что бы она сделала, если бы ей дали силу бронированного Титана. Но что же означает смерть Эрена Йегера? Конец атаки Титанов? Думаю, нет. Однако, если он всё-таки умер, то думаю, что финал франшизы близок. Ведь сомневаюсь, но всё-таки надеюсь на то, что даже после смерти Эрена Йегера, Исайяма сможет довести историю до логического завершения. При этом раскрыв нам все, до чего непонятные мотивы Эрена, причины его изменения, и при этом несли в саму мангу. Без живого Эрена, как по мне, это будет сделать очень тяжело. Как я думаю, если Эрен Йегер всё-таки умер, то одной из возможных развязок истории будет являться Зик Йегер. Если он съест брата, то сможет активировать координату, тем самым поставив жирную точку в этой войне, а также раскрыть шкаф со скелетом Эрена. Думаю, что эта теория имеет право на жизнь. Однако, есть вероятность того, что он смог выжить, и дабы не пересказывать целый ролик, я просто советую вам посмотреть данное видео. В нём я подробно размышляю о том, каким образом Эрен Йегер смог выжить. Но давайте представим, что он всё-таки умер. Что же случится? Напомню, если какой-то шифтер умирает, то его сила передаётся новорождённому элдийцу. Следовательно, если Эрен Йегер погиб, то сила основателя теперь непонятно где. Конечно же, если не брать в расчёт беременную их историю. Если вдруг, каким-то образом, сила основателя окажется у её ребёнка, то, как по мне, это будет чересчур банально и предсказуемо. Только представьте, умирает главный герой, который не может использовать силу Титана Прародителя без контакта с Человеком Королевской Крови. И вдруг, каким-то образом, из тысячи миллионов новорождённых элдийцев, сила основателя оказывается у ребёнка Хистории, истинного потомка Эмир. Нани? Это точно так и Титанов, а не Игра Престолов. Именно из-за этого я и думаю, что на данный момент смерть Эрена попросту лишняя. Убив его, Исайяма приведёт в тупик всю историю, ведь без активации координаты невозможно поставить эту жирную точку. Ну что же, надеемся на лучшее. Ставлю на то, что Эрен всё-таки жив. Ну а что думаете вы? Пишите ваши предположения в комментарии. Ну а меня зовут Лайер, а вы Мария.